За звание чемпиона Краснокамского района приехали побороться более 200 школьников из 21 образовательного учреждения, который второй год подряд завоевывает призовые места в республиканской спартакиаде школьников. В начале мероприятия была произнесена клятва и зажжен огонь чемпионата. Огонь зажгли многократный победитель и призер районных республиканских соревнований по лыжным гонкам, ученик 10 класса новонагаевской школы Ильнар Файзуллин, и победитель районных и городских соревнований по лыжным гонкам, активистка школьной жизни, участница финальных соревнований по лыжам, ученица 9 класса новонагаевской школы Айселуха Дарьянова. Я уже третий год в составе нашей школьной команды участвую в этих соревнованиях, мне очень нравится. Наша школьная команда на протяжении многих лет занимала первые места, и я надеюсь, что мы и сегодня выступим достойно. Мы очень долго готовились к этим соревнованиям, подготовка шла в любую погоду, и хочу сказать большое спасибо организаторам за то, что даете нам шанс показать себя в таких соревнованиях. Самое главное, нужно тренироваться упорно, и тогда все получится. Школьники защищали честь своих образовательных учреждений в соревнованиях по хоккею с мячом, шортреку, мини-футболу и лыжной эстафете. В мини-футболе ребята показали настоящий кураж игры, прошли ярко и с большим азартом, как со стороны участников, так и со стороны болельщиков. Но, несмотря на высокий уровень подготовки всех юных футболистов, победитель должен был остаться один. Бронзовым призером стала нова Ногаевская школа. Серебро досталась школа села Никола-Березовка. И первыми оказались команда школы села Куянова. Какие бы мероприятия ни проводились, мы чувствуем внимание администрации района и отдела образования. Они всегда выделяют нам транспорт, всегда во всех школах имеется в наличии спортивный инвентарь. Также во всех школах нашего района имеются свои спортивные клубы. Все спортивные клубы объединены во Всероссийское общество «СПАТАК». На зональных, республиканских соревнованиях обычно наш район одет в хорошую спортивную форму с логотипом «СПАТАК». Вот и сегодняшнее мероприятие стало традиционным. Это вот Олимпийские игры по зимним видам спорта. Сегодня я принимал участие по зимнему футболу, и мы взяли первое место. Именно вот с этих турниров, именно со школьных скамеек, со школьных стадионов, именно вот с этих малых, с этих мюнезов начинали свой путь к успеху самые выдающиеся спортсмены. На хоккейном льду соревновались за звание чемпиона по шорт-треку. В этом виде спорта среди мальчиков лидерами стали Кирилл Умырбаев, Руслан Хабибуллин и Азамат Гизетдинов. Среди девочек лучшими стали Дарья Мясникова, Жанна Лепустина и Алсу Давлетшина. Лыжная эстафета проходила в несколько забегов. В итоге призовые места распределились следующим образом. В старшей группе на первое место вышли учащиеся школы-интернат села Орлан. На второй и третьей позициях расположились учащиеся школы села Новонагаева и старые мушта. Соответственно, в младшей группе среди средних школ победу одержали учащиеся школы села Новонагаева. Среди лыжников основных школ первое место завоевали учащиеся села Кориева. Приходилось не однажды бывать на различных соревнованиях городского масштаба, в городе Нефтекамске, республиканского масштаба, в Уфе, в других городах нашей республики. И вот такого открытия, такого вообще судейства и так далее, мероприятия я, конечно же, не видел. Только вот это, наш чемпионат района, мне большое удовольствие доставляет. Ну и наши ребята, мои ребята, мои воспитанники сегодня заняли среди основных школ первое место. Результат очень хороший. Ну, конечно, это плод наших тренировок, так как я веду еще через детскую и юношескую спортивную школу секцию лыжной гонки. Вот, и мы часто выезжаем на различные соревнования. Буквально 23 февраля, это получается у нас позавчера, мы ездили в город Нефтекамск, где проводились соревнования по лыжным гонкам «Золотой лыжник», где наши ребята тоже достойно выступили. Ну и до этого тоже мы ездили на лыжню в России. Стараемся не пропускать такие красивые, хорошие мероприятия. Когда вот видишь радость в глазах детей, их желание дальше заниматься. Например, ребенок занял там четвертое или пятое место, он не плачет и расстраивается. У меня ребята говорят, все, надо еще заниматься, надо тренироваться. Вот этот огонь в глазах. Победители и призеры соревнований, а их было 90 человек, были награждены грамотами и ценными подарками. Специальный приз самому юному и старшему участнику был предоставлен от местного отделения партии «Единая Россия».